Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Райан, и я потерялся в лесу, и не понимаю, куда мне идти. Кажется, Джек мне говорил, что надо идти по дороге из жёлтого кирпича, но здесь только грязь, и да, она жёлтая. Ладно, просто буду идти... О, там кто-то есть, так... Эй, извините, не поможете мне, пожалуйста, я, кажется, потерялся. Привет, малыш, ты потерялся? Да. Ммм, я тут собираю цветочки, точнее, пальцу из них, не хочешь мне помочь? А я тебе за это мёда дам? Мне очень много. Отлично, да, конечно же, я вам помогу, так, опа, и опа, э, стоп, что-то у меня как-то не очень получается. Ты, ты, мал, цветы, из которых мы могли собрать куча-куча пальца, и сделать 100 куча мёда, но не волнуйся, у нас так этого много. Если что, это наши домики, точнее, мой дом, ещё один мой дом, и тут мой дом. Эй, у вас всё в порядке? Это, это, это пчелиные ульи. Ну да, всё верно, потому что я пчела, и там мои дети пчёлки. Какие ещё дети нет? Я, конечно, понимаю, вы, наверное, очень любите этих самых своих пчёл, но это невозможно. Так вот же мои детишки. О, о, господи! Угу, и таких у нас тысячи. Привет. Привет. Ты кто? Ты кто? Эм, они немножечко странненькие, но очень добрые, и очень предолюбивые. Эм, это странно. Так, знаете что, у меня, в общем-то, проблемы, я заблудился, и... Так, ты заблудился, подожди, а что ты всё это время делал? Я вышёл, пытался выжить как мог, и добывал еду, и глупый Джек, блин, он меня завёл, как всегда, непонятно куда. То есть всё это время ты бездельничал, у тебя совсем не было работы? Эм, что это значит? Работа, 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 пчёлы, мёд, 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 работа, 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 работа. Господи, вы какие-то странные! Знаете, эм, пожалуй, я пойду. Погоди, погоди, но ты ведь совсем не знаешь, куда тебе идти, а у нас очень много вкусной еды есть. Целое ведро мёда, целый блок мёда. О, да, это... это неплохо. Да, есть я очень сильно хочу, так что, пожалуй, останусь здесь ненадолго. Ладно, что мне нужно делать? Так, подожди одну секундочку, так, Игрейзер, ты не работал целых пять минут, а ну бегом быстро за пыльцой. Цветы, 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 цветы. Эм, мой мальчик. Ну так уж и быть, я, в принципе, готов остаться у вас, но только ненадолго. О, отлично. Ну слушай, тебе нужно пройти очень важное и сложное испытание. Какое? Мм, держи, Эндер Жемчуг, подойди-ка ко мне к этому улю и попытайся в одной из них его пульнуть. Ну ладно, сейчас попробуем и... Опа! О, где это я? Ак-то где? В нашем доме, в нашем уле, в нашем царстве. Выбираться как-то отсюда, как отсюда выбраться? Куда ты ломаешь соты? У нас для этого есть специальные инструменты. Лопата, кирка и даже мотыга. Ладно, а стоп, стой, как он за одну секунду здесь сделал комнату? О, подожди, это еще медленно, Мадарин, почему в этот раз ты так медленно построил комнату для своих братьев? Плохо, очень плохо. Хорошо, я буду быстрее. Я тобой недовольна. Капец, как же здесь все строго. Ладно и... Ой, наконец-таки мы это сделали. Ну, раз ты новичок у нас, у меня для тебя будет простенькое задание. Какое? Тебе нужно принести, хм... Всего пять ведер нектара. Пять ведер нектара, серьезно? Вообще, мои сыновья за час набирают десять ведер, так что это еще мало. Ладно, хорошо. Апфи! Ой, черт, я аллергия на эту пыльцу. Ладно, давай быстрее, сейчас я принесу. Так, держи. Отлично, спасибо, пять ведер, я побежал. Апфи! Не забудить только. Так, я здесь иду, на самом деле в этом улье очень-очень сложно справиться с этой чахоткой. Подождите, кажется, кажется, сладкая вода, вкусная, да. Да, я нашел гектар, так нужно добраться до источника. А это не так-то уж и просто. Где он находится? Ё-моё, сколько мне надо туда ползти? Ух, а вот и он. Отлично, одно ведро, второе, третье, четвертое и пятое. Ведра с сахарной водой у меня есть, так что могу отправляться обратно. Надеюсь, она мне даст за это какой-нибудь вкусной еды из меда. Фух, так, ну слушайте, я справился. Довольно-таки быстро еще эта пыльца меня затормаживает. Апчи, о господи, это было сложно. Так, здравствуйте, еще раз я пришел. И вот все пять ведер с этой самой водой сахарной. Пёртого изменик, где я тебя так долго носила? Что, меня не было буквально, ну, минут пятнадцать. Это так долго, ты не представляешь на сколько, и ты наказан. Что, за что? Так что не работает. И вообще-то вы меня приютили для того, чтобы... Что, приютили тебя для того, чтобы ты здесь жил, ничего не делал? Если ты хочешь жить в этом уле и в этой семье, ты обязан работать. И ты будешь работать. Иначе ты будешь наказан. Да, я понял. Ладно, тогда какое у меня наказание? Это самое жесткое наказание в нашей семье. Целых десять минут ты будешь ничего не делать. О боже, какое же ужасное наказание. Ну что ж, пойду его отбывать в одиночестве. Хоть отдохну немного. Подумаешь о своем поведении? Да, 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 как выбраться из этого уя. А, куда-то я падаю, куда я падаю. Боже мой, что происходит? А, дед. Что? Где это я? А, нифига себе, замок. И где это я вообще очутился? Так. Что это такое? Беги вокруг меня, ученик. Быстрее, быстрее, или ты не станешь достойным драконом. Так, с этим ты вроде справляешься. Следующий, Таня, подойди к раю. Ты должен познать природу воды. Ныряй. Я же не умею плавать. А, он надо спасти, он не умеет плавать. Так, я иду с тебя на помощь. Ты кто такой? Давай, давай, вылезай. Вылезай. Вы что, с ума сошли? Ты кто такой? Что ты делаешь на драконьих землях? Каких еще землях? Вы что, с ума сошли, что ли? Он плавать не умеет, он же вам сказал. Вы его в воду кидаете? Как омолчать? Значит, слушай сюда, ученик. Иди по своим делам, скоро подойдешь. И я тебя позову. А с этим чужаком мне нужно лично поговорить. Ээээ, что здесь происходит? В общем-то, я потерялся. Ты откуда взялся? Вы смешной, вы похожи на супер-кота. Вы, случайно, не он? Как я уже и сказал, я потерялся и пытаюсь найти дорогу к дому своим друзьям. Подожди, подожди. Обычный человек. Ну да. Забрел нашу землю? Ты как сюда попал? Я не знаю, я еще раз повторяю. Еще это семья пчел. А, семья пчел? Эти твари вечно нас жалят. Наши главные логи. И не дают спокойно спать. Жужжат себе жужжат. Да, я от них только что сбежал. Ага, значит ты был в улью пчел? Не всех туда пускают и не каждый прибирается. Покрасим тебя красками в желтый, черный у тебя уже есть. Так, ну что могу сказать, дружище? Нашей семье бы тебя приняли. Что? Ну что ж, за работу. Теперь ты должен качать свой дух. Мышцы, броню, ты сталь. Пошел, бегом, бегом за мной. Догоняй. Я хочу кушать. Я сказал, догоняй. Я не пойду, я хочу. Ты должен быть как сталь. Какой сталь? Я хочу кушать. Драконье дыхание. Где моя зажигалка? Странно, но огонь на меня не действует. Ты драконорожденный? Ну да, в моей семье были драконы. Так что ладно, мне это не интересно. Я, пожалуй, пойду и поговорю с вот этим вот вашим учеником или сыном, или кто он там вам? Эй, привет, что случилось? Я никогда не стать настоящим драконом. Отец прав, я неудачник. Эй, да не переживай. Этот глупый дурачок ничего не знает. У тебя всё получится. И знаешь что? Если ты так и дальше будешь продолжать давать себя обижать, то ничего из этого хорошего. Что вы тут говорите про меня? Говорю, хороший вы человек. Позитивный, добрый, да. О, да, о, да, это я. Я такой, только не человек, я дракон. Ну да, да, дракон, ящерица, иди отсюда. Ты не пробьёшь мою кожу. Да я и не собирался, так вот. Слушай, это самое... Не слушай этого глупого старика. У тебя всё получится. Сын, быстро за задание, хватит лениться. Испытания не ждут. Ты не сможешь стать королём драконов, не испытав на себе всю тяжбу нашего рода. Хватит вешать моему ребёнку уши на лапшу, лапшу на уши. Ты понимаешь, насколько тяжело наше бремя, как тяжело стать истинным драконом. Королём драконов. Эээ... В нашей семье многие погибли, проходя эти испытания. Эээ, ой, я кажется, сломал ваш трон. Что? Этому трону больше тысячи лет, что ты наделал? Ну а чё он хрупкий такой? А, ну могу... Да, без проблем. Опа, летс го, погнали. Значит, слушай сюда, новобранец. У тебя немного вариантов. К какой стихии ты принадлежишь? Какую природу внутри своего пуза ты ощущаешь? Ну, природу плода Хоруса. Он очень вкусный. Пойдём за мной, я проведу тебя в алтарь. Эээ, ладно, пойдёмте. Точнее, к алтарю, точнее, за алтарь, неважно. Значит, слушай сюда, у нас дверь из алтарей, а внутри ещё разные алтари. Смотря какая природа тебя возьмёт, или ты возьмёшь природу. Единственное что, даже первым уровнем стать очень тяжело. Нужно потратить годы, силы и упорство, тренировки, как Рок Ли. Ээ, ладно так, опа. Вот он, король драконов. Сын, ты не достойный, мы будем ему поклоняться. А вы им было, а вы им было. Да, 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 тихо, какое это самое? Это же просто, это... А вы им было, а вы им было. Успокойтесь. Так. Всё, ты мой сын, настоящий. А ты? Вали отсюда. Блин, я сказал, вали с моей земли. Папа, нет, я так не хотел тебя подвести. В итоге подвёл всю хуйню. Так, всё, это самое, открой, за что ты забуровал тут? Куда ты его выгоняешь? Да вот, смотри, больше я не дракон, всё, я человек. Кровь дракона течёт в тебе. Ты истинный дракон. Так, мне это уже надоело. Знаете, пожалуй, я сюда... Ты, сын, подожди, сын, я постой. Мерзкие пчёлы, что вы забыли на нашей земле. Вам есть место. Вы знаете, у вас будут большие проблемы. Если не хотите войны, живо отсюда ушли. Подожди, подожди. Я не хочу никакой войны. Я просто хочу собрать своего сынулю. Сынуля, послушай, я наказала тебя на целых 10 минут, а надо было на... На две, прости, пожалуйста. Вернись домой, слушай, мы так по тебе скучаем. Знаете что, ну я... Не пчела он, а дракон. В нём течёт кровь дракона. Он стал им... За секунду, офигеть, я... Юш, уйди, ты, мне стыдно на тебя смотреть. Так что, валите с моей земли, иначе я подпалю вас всех. Сила огня. Сжигалка. А, ну, раз так, значит, мы объявляем вам войну. Так, тихо стоять, стоп, какую ещё войну? Что здесь происходит? Какая семья драконов, какая семья пчёл? Вы можете понять, что я просто потерялся. Я шёл к своему другу домой, и в итоге забрёл вообще непонятно хрен знает куда. Какая семья драконов, какая семья пчёл? Вообще, знаете что? Не вы не похожи ни на драконов. Не вы не похожи ни на каких пчёл. А у тебя вообще дети странные какие-то. И разговаривают друг за другом, повторяют. Ты сейчас разгревал нас, проклятие драконов. А, шо сделал? А, не убежишь. Бейте его. Да, вы чё сделали? Ладно, надо убегать отсюда. Так, зерк, я начну воззрение. А, нет, нет, нет. Господи, пчёл это ослепляет. Так, всё. Огонь. Да иди ты в жопу, не горю я на огне. И сколько раз повторяюсь. Ладно, надо отсюда быстрее убегать, ребята. На этом всё ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нужно отсюда быстрее сбегать. Так, нам для моей панды только собрать немного бамбука. Всем удачи и всем пока.